Здравствуйте, с вами я, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Моих сегодняшних гостей сопровождают просто необычайные чудеса. У одного из них, из его личной Библии, вытекло более 700 литров елея. Помазание этим елеем приносит просто невероятные чудеса. А на глазах у моего третьего гостя исчез рак на четвертой стадии. Он видел много удивительных чудес. Они происходят уже тогда, когда кто-то только входит в свою церковь. А еще одному моему гостю. Явился ангел и принес ему замечательную весть о том, что скоро на земле повсюду будут происходить чудеса. Должен вам признаться, я хочу, чтобы и вы ощутили тот всплеск чудес, который будет на нашей сегодняшней программе. Вы ощутите самые настоящие и необыкновенные чудеса от Бога. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на землю волну исцелений? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Пожалуйста, послушайте меня. Мои сегодняшние гости создали самую настоящую сенсацию. Все хотят знать, что это за вещь у меня на столе сегодня. Джерри, это ведь ваша личная Библия, да? А сколько ей лет? Около 10 лет. А сколько лет она находится в Елее? Уже больше двух лет. Больше двух лет? Да, именно так. Знаете, я связался с экспертом, и он согласился со мной. Он сказал мне, что поскольку это масло очень насыщенное, то эта Библия по законам физики должна была распухнуть, ну, минимум в два раза. Но она осталась такой же, какой и была. За два года из нее вытекло более 700 литров Елея. И, Джонни, я хочу задать вам вопрос. По вашему мнению, каково Божие предназначение этого Елея? Иисус сказал, люди могут меня только представлять. Я сам являю себя и то, что я делаю. А еще он сказал, что эти Библии и Елей — материальное доказательство того, что вы считали невозможным. Он сказал, это доказательство того, что вы считали невероятным. Это материализация всех молитв, всех людей, что разуверились во мне. Этим я хочу, чтобы вы поверили, что это сделал я. Нет ничего невозможного. Надо только верить. Я никогда не бросаю людей и всегда отвечаю на ваши молитвы. Знаете, я видел карту Ближнего Востока и Израиля в этой Библии. Расскажите, что произошло с изображением конкретно Израиля на этой карте. Елей начал пропитывать Библию. Когда он дошел до последней страницы, где находится карта, он остановился вокруг Ближнего Востока, образовалось пятно в виде сердца. Расскажите нам о вашем знакомом епископе. Вообще-то он уже несколько лет не был епископом. Он перестал проповедовать, а потом заболел. В итоге ему назначили человека, чтобы ухаживать за ним, и как-то он сказал мне, похоже, вскоре Господь придет забрать меня к себе. Но я возразил ему, сказал, а вот и нет. Знаете, ведь Господь посылает вам болезнь не для того, чтобы забрать вас к себе. Вы можете просто уснуть, и он позовет вас к себе. Для этого ему не нужно посылать вам болезнь. Я дал немного елей людям, что пришли со мной. Затем мы пришли к нему домой и помолились за этого человека. Там был этот елей? Да. Это было в среду, на следующее утро, в четверг, когда пришел ухаживающий за ним человек, он узрел чудо. А вечером пятница этот епископ уже провел службу. Одного этого чуда уже достаточно, но у вас есть свидетельства о чудесах, которые вы называете безумными? Расскажите о них. Мы выступали на женской конференции в Атланте. Там ко мне подошла женщина и показала мне фото своего сына. На фото он сидел на кровати в больнице, у него не было волос. Выглядел он ужасно. Она сказала, у него была лимфома на четвертой стадии. Он умирал. И тут в дверях показался ее сын. У него была копна волос и густая борода. Он улыбался и размахивал Библии. Я спросил, что с ним произошло. И она ответила, я стала добавлять ваши елей в кексы, которые я ему пекла. Она рассказала мне, что каждое утро она добавляла елей в кексы, которые она ему пекла. И уже через неделю он пошел ко врачу, и врач сказал ему, что у него не осталось ни малейшего следа рака. Джерри, я хочу вас кое о чем попросить. Да, конечно. Я хотел бы посмотреть на вашу Библию поближе. Не могли бы вы достать ее из елея и показать ее мне? Не знаю, как вы, но я бы с радостью сделал так. Никто из вас так не хочет сделать, а? Может, кто-нибудь? Да пожелает. Я пообщался с человеком, который реставрирует Библии. Он каждый месяц реставрирует по сотне Библий. Он не поверил мне. Кстати, сейчас он должен смотреть нашу программу, потому что он слышал об этом случае и просто не мог в это поверить. Жду его вердикта. Покажите-ка нам что-нибудь особенно примечательное. Эта Библия выглядит так же, как и до опускания в елей. Удивительно! У моего следующего гостя столько славы, что когда люди входят в его церковь, они ее буквально ощущают. В его церкви исцеляются даже от рака на четвертой стадии. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Знаете, что тот? Мои предыдущие два гостя рассказали и показали мне просто великие чудеса и знамени. Но то, что происходит в вашем приходе, поражает меня куда больше. Раньше вы были просто хорошим баптистским священником, который отлично справлялся со своей работой. Но вот однажды вы ощутили жажду по Богу. Как же это произошло? Вы помолились об этом? Или что вы вообще сделали? Как это случилось в вашей жизни? Поделитесь с нами. Однажды я начал ощущать сильную жажду Бога. Я сказал, «Господи, я сделаю все, о чем Ты меня попросишь, все, что Тебе нужно». Я начал исследовать, что такое полнота Божьей силы и крещение Духом Святым. Одним из условий было, что я должен был читать Библию не с точки зрения религии. Я стал читать Библию по-новому, словно сняв религиозные очки, и это было так, будто я только что спасся. Я начал видеть в Писании вещи, которых не видел ранее. Читал эти строки сотни раз, но не видел этих вещей. Дух Божий начал убеждать меня, что крещение Святым Духом сегодня доступно каждому верующему во Христа Иисуса. Один пастор из церкви неподалеку от вашей услышал о вашей жажде Бога, и вы посетили службу в его церкви. Там вы ощутили славу Божию и даже более. Так что же произошло тогда? Это была церковь Пятидесятников. Последнее место, куда может отправиться баптистский пастор, это Пятидесятническая служба. Я сидел там и не понимал, что я вообще тут забыл. Но тут ко мне подошел человек, он дотронулся своим указательным пальцем до моего лба и сказал, «Сейчас тебя наполнят Святым Духом». И в тот же момент со мной случилось именно то, против чего я всегда проповедовал. То, что мне всегда казалось нелепым, то, над чем я всегда смеялся, вот что тогда произошло. После этого вам пришлось делать выбор. Вы стали понимать эту книгу без всякой религии. А вот ваши прихожане уже нет. Чем же все закончилось в этой истории? Мы с женой пытались донести эту идею до очень многих людей. Я никогда не забуду одну из наших служб, на которой собралось 75 баптистов, и все они обрели крещение Святым Духом. Это была просто невероятная служба. У нас были и успехи, и поражения в этом деле. Это процесс, который продлился 10 месяцев. За это время мы смогли основать новый приход. Мы все стали ощущать Бога и Его силу абсолютно по-новому. Это происходило в моей церкви, которая находится в Джорджии. А расскажите-ка о том случае, когда вы думали, что Бог вам уже ничем не поможет, а Он взял и послал вам видение. Я стоял на сцене, а потом направился к нашей крестильне. А она очень большая, вмещает больше 12 тысяч литров воды. Я не знаю, почему я так сделал. Я просто молился, и молитва привела меня туда. Я стоял и смотрел на крестильню, и тогда у меня впервые случилось открытое видение. В нашей крестильне тогда не было воды, но в Духе она была заполнена водой до краев. А над поверхностью воды горел огонь. Это была настоящая стена огня, около метра в ширину. Это было видение, которое продолжалось 8 или 10 секунд. А когда оно закончилось, Бог обратился ко мне. Он сказал мне так. «Тот, я собираюсь крестить людей в огне Святого Духа». Расскажите о женщине, с которой произошло чудо. В июне у нее обнаружили рак. 27 июня ей сделали сканирование, которое показало, что у нее в теле более 50 очагов рака. Я не очень разбираюсь в этом, но я знаю, что большие пятна — это органы, а те, что поменьше — это опухоли. Да, у нее в теле и в костях обнаружили 50 очагов рака. Она узнала, какие чудеса совершает Христос в нашей церкви и решила приехать к нам. И вот она приехала и встала в очередь, ожидавших крещения. Я не знаю, сколько времени ей пришлось прождать, но вот она вошла в воду, и тут ее коснулся Божий огонь. На следующий день эта женщина пошла делать повторное сканирование. И, как вы можете видеть, сейчас на своем экране все 50 очагов рака в ее теле исчезли. Вот это да. Вот это я понимаю, лечение. Вы согласны со мной? В этой папке, которую я держу в своих руках, зафиксированы все чудеса, произошедшие в нашей церкви за последний год. Сюда занесены не только чудеса, но и случаи, когда, благодаря Богу, у людей изменились жизни. Некоторые из них десятками лет зависели от наркотиков, таблеток или никотина. Когда я побывал у вас в церкви, я пообщался там с людьми, которые рассказали мне, что благодаря крещению они смогли спасти свой брак. А вы слышали о таком? Сид, все происходит, когда люди входят в воду, ведь в ней находится Божий огонь. Когда они вступают в воду, это подобно детектору лжи, потому что Бога не обманешь. Это святое дело. Бог — это не джин из лампы, которую надо тереть, чтобы что-то произошло. Сам Бог обратился ко мне и сказал, «Я посылаю тебе огонь. Я буду крестить людей огнем Святого Духа». Он говорил это абсолютно серьезно. До этого мы в церкви словно играли в игрушки. Мы пытались сделать так, чтобы людям там было уютно. Мы делали там все с потребительской точки зрения. Но вот ко мне обратился Господь, и я спросил, «Боже, ну почему ты прибегаешь к крещению? Зачем ты крестишь людей огнем Святого Духа в этих водах и мгновенно исцеляешь и избавляешь тех, которые несколько десятков лет ходили к нам на службы?» И тогда он обратился к моему сердцу и сказал, «Тот я пришел сюда с омщением за мою невесту». Именно так он и сказал с омщением. У вас есть выбор. Есть два типа людей. Я говорю сейчас не о баптистах и пятидесятниках. Вы либо ощущаете Бога, либо нет. Тогда вы просто ходите в церковь. Но истина заключается в том, что нет другого имени, дарованного нам, благодаря которому мы можем спастись. Возьмите, к примеру, меня. Когда мне было 30 лет, у меня возникли мысли о том, что смерть лучшей жизни. Я не хотел умирать, но жизнь моя была очень тяжелой. И тогда я сказал, «Ну все, я сдаюсь». И знаете, что я сделал? Я попросил Иисуса о помощи. И в тот же момент в мою спальню вошла Божья слава. Я почувствовал ее и от самого чистого сердца сказал, «Иисус, я грешник. Я верю, что ты умер за меня. Войди в мою жизнь. Возьми ее под контроль. Я хочу сделать себя своим Господом». А если вы уже верите в Бога и ощущали Его, начните читать эту книгу по-новому, не с точки зрения религии, как вы делали это ранее. Эта книга сможет вам помочь сама. Моему следующему гостю явился ангел и явил ему откровение о следующем великом деянии Духа Божьего. И теперь он утверждает, что Божья слава идет за ним, куда бы он ни отправился. Мы скоро к вам вернемся. Никуда не уходите. Многие зрители свидетельствуют о чудесах, о знамениях и об исцелении. В результате просмотра ими программы «Это сверхъестественно». Я вырос в бедной семье, где ко мне жестоко обращались, где были наркотики и алкоголь. Но Бог использовал вашу программу, чтобы убрать боль моего прошлого и дать мне новую надежду на будущее. Теперь я свободен и каждый день хожу в сверхъестественном от Бога. Если Бог коснулся вас во время просмотра программы «Это сверхъестественно», поделитесь вашим свидетельством на сайте, указанном на экране. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Сегодня у меня просто замечательные гости. Моего следующего гостя вы наверняка знаете. Он уже бывал у меня на программе. Это Тим Шитц. Если уж кто-то и знает многое о Духе, то это он. Тим, вы делали пророчества, у вас были видения. Что вы думаете о людях, которые сидели тут сегодня, до вас на этом месте? Я думаю, что все это устроил сам Бог. Он хотел привлечь внимание мира сверхъестественными вещами. Это елей. Это символ того, что Дух Святой желает сделать на нашей планете. На нас уже изливается. Сам Дух Святой, он уже начал изливаться на тело Христова в сверхъестественном измерении, как никогда до этого. И теперь он приходит сюда, к нам на Землю, в нашем материальном измерении. Вскоре наступят удивительные и поразительные времена. Тим, не торопите события. Расскажите сначала о том, как вам самому явился ангел. Как это было? В тот день я выступал на конференции, и вот я вернулся в свой номер и уснул. Когда я проснулся, было 12 часов 10 минут. Меня разбудил ангел, который являлся мне уже много лет. Скажу вам, что он являлся мне не так уж и часто. Всего несколько раз за мою жизнь. Он потряс меня за плечо. Возможно, люди, которые смотрят нас, подумали, что с Тимом такое случается каждую ночь. Это не так. Это особый случай. В ту ночь ему явился особый ангел. Я почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо, но я знал, что один в номере. В итоге я проснулся, и ангел Господень сказал мне, что то пророчество, которое я сказал за два года до этого, начало осуществляться. Он сказал, что в этом пророчестве следует обратить наибольшее внимание на два слова. Новая эра. Это новая эра. В прошлом году на нескольких встречах, где вы были, людям явилась слава. О, она подобна дымке или туману. Во время одной из воскресных служб я говорил слова, которые были посланы нам. И тут в церкви появилось облако Божьей славы. Из-за него я не видел ничего дальше первого ряда. Я почувствовал невероятный аромат. Этот аромат был подобен аромату меда. Бог заполнил собой всю церковь, а потом это повторилось на другой встрече. Мы проводим много встреч в разных местах. В тот раз это было в Питтсбурге. Мы молились, а еще там были музыканты. И вдруг на них сошла Божья слава. И она была с ними целых три дня. Сид, представьте. Люди приходили на наши службы, просто изумлялись. Они приходили и молились, ощущая Божью славу. А потом подобное повторилось в Мичигане. Люди ощущали там Бога. И во всех местах, где мы бываем, происходит то же самое. Обычно Божья слава подразумевает собой ожидание. Вы ждете. Так считается. Это Кабот. Да, Кабот. Вскоре наступят времена, когда мы будем очень сильно ощущать Бога все сильнее и сильнее. Он начнет нас освобождать. Пару недель назад у меня было видение об этом. Я помню его досконально, даже сейчас. Я увидел ангелов. Это было целое облако ангелов. Их было очень много. У них в руках были большие столярные молотки. Иногда ангелы являются нам, звонящими в колокола. Но эти ангелы стучали своими молотками по всей земле. Я чувствовал, как от этого сотрясалась земля. Буквально тряслась. И ударяя, они говорили, прекратите, освободитесь, вперед. Прекратите, освободитесь, вперед. Они повторяли это. У меня до сих пор перед глазами эти удивительные ангелы. И у нас сегодня произойдет прорыв, да? Вскоре мы освободимся и устремимся к прорывам. Они помогут нашим телам. Они исцелят нас. Они помогут нашим финансам. Я знаю, что нас смотрят целые церкви. Вскоре вы освободитесь и устремитесь к прорывам. Потому что к вам придут великие Божьи сила и слава. Они принесут вам прорыв. Они принесут вам его, даже если вам никогда с этим не везло. Мы увидим великие прорывы. Если мы посмотрим на этот елей, то это елей прорыва. Вскоре произойдут великие дела. Этот елей появился сверхъестественным образом. Это чудо творения. Я верю, что скоро произойдет много чудес творения. Я верю, что вскоре мы увидим, как вырастают новые руки. Это может произойти уже сегодня. Богу не надо становиться Богом. Он уже Бог. И Он с нами. Вскоре слепые прозреют. Глухие будут слышать. Анимы заговорят. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Когда я смотрела вашу программу, я исцелилась от подергивания века глаза, которое продолжалось шесть месяцев и очень мешало мне читать. Слава Иисусу, что я исцелилась. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Бог отправил меня в удивительное приключение. Я видел много чудес и исцелений почти каждый день по всему миру. Смотрите следующий выпуск программы «Это сверхъестественно». И вы узнаете о тех чудесах, которым я был свидетелем на Земле. Айсен, онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Айсен — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение Айсен сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. Айсен, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению Айсен. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. Айсен — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Один влиятельный еврей из сферы масс-медиа пытался безрезультатно заполнить пустоту в своей жизни при помощи денег и славы. У него был личный самолет, на котором он мог улететь, куда хотел. Он был продюсером одной известной радиопрограммы, но чувствовал себя пустым изнутри. Внезапно с ним произошло откровение, полностью изменившее его жизнь. Хотите узнать, что это было? Чтобы узнать, чем закончилась эта история, посетите наш сайт, который вы видите на экране. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня.